Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как остаться верующим, если живешь за границей, где может не быть православных храмов. На вопрос отвечает бывший специалист Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. Который как раз принимал отчетность, где, как, какие наши православные приходы за рубежом действовали в этом году, в том числе не только в храмовых зданиях, но и в арендованных гаражах, на квартирах, не только в регулярном порядке, но и там приезжает, когда священник просто где-то раз в месяц послужить. И могу сказать ответственно, если вы не находитесь на территории Саудовской Аравии, то, в принципе, никаких проблем вам попасть на православную службу нет. Все равно может не быть русского храма, но все равно будет храм у сербов, у румын. Может, сейчас, конечно, сложнее с Константинопольским патриархатом, но тоже даже сейчас уже это дает только новый толчок к тому, что наши приходы открываются в тех местах, где вроде и не так это было раньше, востребованы. Поэтому у людей русских есть некоторый стереотип, что вот мы православные, потому что мы русские. Неправильно. Мы православные, потому что мы христа любим. И точно так же из-за этого стереотипа рождается еще вытекающий стереотип, и, соответственно, православие, оно в России, ну, там еще, на Украине, ну, где-то, мой, в Греции. А там дальше нет, это католические протестантские страны. Поэтому я хотел бы вместе с вами сегодня по этому поводу прочесть самое окончание Евангелия от Матфея. Его священники часто читают, потому что этот стих читается в отрывочке на крещение каждого нового христианина, чаще всего этого младенца. Его тоже с удовольствием сейчас прочту. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот что говорит Господь. И дальше там продолжение, что вот «И я буду тогда с вами во все дни до скончания века». Апостолы шли, шли из Иерусалима, где не было никаких храмов, где не было христиан. Они шли и это проповедовали. Поэтому, понятное дело, что тут, может, не до проповеди, но что делать, если вы приехали за границу, оторвались от привычного православного окружения? Прежде всего, искать, конечно, православный храм. Более того, давайте еще сделаем шаг назад. Пункт номер один. Выбирая работу за границей, да, если уж за границу едешь, или по любви, например, тоже, я знаю, со мной учился там парень, он женился на девчонке-католичке, но сам он православный, ходит в православный храм, живет в одной из европейских стран, и тоже вот для него было важно, где какой храм расположен. То есть прежде, чем даже куда-то направляться, ты думаешь, как я буду ходить в этой стране, в этот город, в храм. И ты для этого заходишь на ресурсы русской православной церкви в интернете и просто ищешь или просто через поисковики православный храм и забиваешь какой-то город. Иногда бывает, что тоже именно в этом городе нет храма, но если мы возьмем Европу, например, то, в принципе, это у нас от города до города ночь на поезде ехать, а там, в принципе, взял, выехал на дорогу или сел на электричку и через полчаса оказался в храме. Из спального района Москвы в центр, как люди ездят, это дольше времени занимает, чем порой у нас за рубежом прихожане из окрестных городков стекается в какой-то более большой город, где есть православный приход. Кроме того, даже если вы не нашли постоянного храма православного у себя, русскую православную церковь, поищите храмы других православных церквей, потому что нам важна не национальная принадлежность, а нам важен наш путь ко Христу. Если вы не нашли ни первого, ни второго, тогда посмотрите, может, священник приезжает раз в месяц, раз в два месяца, бывает, приезжает, где не очень много народу, и тоже присоединяйтесь к этим верующим. Если, например, ездить далеко, а священник толком не приезжает или приезжает очень редко, то тут, может, не до проповеди, но кто мешает взять и объединиться с другими, раз работодатели ищут, работников из разных стран, то с другими православными людьми, не обязательно только там с русскими, но, может, опять же, сербы, болгары православные, и не договориться, сказать, батюшка, ну вот нам ездить, вот нас всего лишь там 10 человек, ездить тяжело, но вы можете к нам раз в два месяца приезжать, мы вам и билет оплатим, вот мы можем тут тоже есть большая комната, все ее приберем, вот тут службу совершить, давайте куда надо, мы ходатайство напишем, чтобы вас туда отпускали, посылали. И действительно священники бывают, ездят, и начинают ездить не просто, ой, приехали в город и ищут, кому бы прийти, а в ответ на запрос людей. Потому что если ты стремишься ко Христу, ты и создаешь вокруг себя уже условия, не только для себя, но и для всех окружающих. Раз вас этот вопрос взволновал, то вы сможете стать таким настоящим приходским старостой. Приходское старство за рубежом, это не человек, который зафос на большом, действительно, хозяйстве городского прихода, где там закупки просфор, свечей, до оплаты счетов. Нет, это человек, который просто создает условия, как-то собирает с других людей какие-то средства, чтобы священнику дорогу оплатить, как-то там его пожертвованием вознаградить, то, что он в свой выходной какой-то день выбрался, доехал до более отдаленных краев. То есть все это в силах. И более того, даже если вот в вашей стране и сложно добраться до храма, все равно, вот есть люди, работают, ну, поехали в Саудовскую Аравию. Вот правда, в Саудовской Аравии запрещены любые христианские богослужения, даже их организовать тайком это большие проблемы будут. Но никто не мешает, если ты поехал на высокую нефтяную зарплату и в Саудовскую Аравию взять, долететь до Дубая и там до Шарджа, проехаться на такси, попасть на службу в храм. А знаю, как у нас православная молодежь из Словении ездит, где в Словении много сербских православных храмов все-таки. Ездят именно в русский храм в Милан, и там просто им интересно как-то общаться с другой православной молодежью. То есть все это можно создать. Господь нам сказал, Царствие Божие внутри вас есть, поэтому если Царствие будет внутри нас, если мы будем стремиться ко Христу внутри своего сердца, то Господь нам поможет и в любом уголке земли с собой контакт установить и от таинств церковных далеко не отдаляться.